Разрешение на съемку возьмите у председателя суда. Серьезно? Сошлитесь на норму права. Съемка в здании суда запрещена. Съемка в здании суда запрещена. Сошлитесь на норму права. Я отказываюсь выполнять незаконные требования сотрудников КУДС Красносельского района. Если я нарушаю законы, составьте в отношении меня материал по 17 главе. И прошу Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 16 часов 45 минут. 24. Ну что, подводник осознал? Нет, подисти. Сейчас. Сейчас пойдет. Сейчас пойдем. Подводника в полицию вызывайте. Пойдемте. Куда? Здесь оставлять будем. Вот здесь прям? Да, конечно. Давайте хотя бы там. Да, давай. Так можно и в ваш присутствовать. Там сядем нормально за стол, если он ставит. Давайте тут. Несите протокол. Все. Да, да, мы тут умолимся. Вот туда. Или здесь? Здесь. Давайте здесь. Все сядем и составим. Давайте там по порядку служебного удостоверения. Кто будет составлять отношения материала? Удостоверение. Удостоверение. Удостоверение быть рада. Вашего подзащитника. Мне доверились не могу. Почему? Это защитник. Как не терял и дело, пойдет в протокол. Я буду составлять протокол. Так вот, это защитник, вы не слышали? Ради Бога. Вы защищайте его потом, когда пойдет дело в суд. А сейчас я составляю протокол. А при составлянии мужакова заявляешься в ходу? Ради Бога. Если вы в защитниках, я вас внушу. Вот и все. Только мне для этого нужно серокопию. Можно кому я передаю еще? Серокопию паспора, мы пойдем вместе с вашим защитником, сделаем. Удостоверение моему защитнику было. Покажите, пожалуйста. Паспорт давайте своему... Вы отказываетесь, я вам все предоставлю. Я вам все предоставлю. В руки не передавать. И посмотрим в суде. Субтитры сделал DimaTorzok Таташвили, Денис Геннадьевич. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok там записали журнал кстати да мы должны говорить обществу и руководство обращать он конкретно снимает вы будете составлять протокол вызывайте полицию полицию вызывайте пожалуйста уберите камеру от меня отказываюсь выполнять ваши требования закона и я вам докажу это в суде протокол дайте пожалуйста меня ознакомиться я его еще не составила мне препятствует чем чем вы снимаете не имею право фиксировать я сейчас оставлю протокол протокол составляется в присутствии лица полиции ответственности все фиксируйте не переживайте позорище откуда их набирают сотрудников не знание закона ничего вам есть что скрывать вы должностное лицо вы должны доказывать мое нарушение почему я должен вам помогать я рядом объяснение заявлю соответствующие ходатайся не объективное отношение не объективное отношение заходи 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 что значит вытащили сейчас вытащим пойдете тоже примените давайте силу ко мне составляйте тут вот пожалуйста садитесь вот вот на место пожалуйста пожалуйста конечно кто на что учился можно сейчас на получиться на что учился слушать Вячеслав Анатольевич, там должностное лицо предъявляло по вашим требованиям служебного створения? Мне-то вообще неоднократно на мою просьбу Русакович, а где его удостоверение-то? В удостоверении все в порядке. Может вы не действуете, что я уже сотрудничаю? Да конечно. А почему вы должны верить на него? Я не верю. Русакович? Нет, я лицо, влюбленное ответственность. А вы защитниками. Я тоже имею право. Позорище. Наталья, что надо вам на разок. Препиши на имя, я думаю, на разочеку судья опросить и желание отпадет заниматься самоуправлением. Здравствуйте. Я подошла, что-то мне не пришла. Асина Сергеевна, у вас есть больше юридического образования? Нет. Вы не знаете порядок, заполненный документ. Процессуально каждый раз консультируйтесь с коллегами. Причем, когда вы мне в журнале запись, я просто не знаю, во сколько бы даже прийти. Я что, вас отслеживаю? У нас 300 человек в день. У нас нет коллегами. Кто будет постановление выносить по данному протоколу? В смысле, направлю его на рассмотрение в судебный участок. А когда вы планируетесь направить? Сегодня составим, завтра направлю. В чем проблема-то? Угу. Вы, я полагаю, придете в мировой суд для дальше объяснения? Конечно, меня вызовут. По моему ходатайству. Конечно, как же. Встретимся с вами там. Я думаю, что мы не только там с вами будем встречаться. Ну, я посмотрю наше поведение. На мое поведение? Да, да, да. На мое поведение? Да, да, да. Я составляю протокол. Я сейчас, вы меня опять отвлекать будете? Я буду его переписывать здесь. Я прошу вас, просто потерпите пять минут. Я не буду терпеть. Вы себя плохо чувствуете? Ну, уже да. Может быть, мы отложим составляю протокола? Нет. А еще надо ходатайство рассмотреть. На вашей нет. Что будем делать? Да, если вы себя плохо чувствуете. Я готов приехать. Назначено время, дату. Да. Вы себя будете хорошо чувствовать. Я подготовлюсь. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Николай. Как я не могу. Может, мы правда пройдем туда и здесь? Опишите, опишите, опишите. Мы будем вас отвлекать. Вот там окошечку в окошечко обратитесь, пожалуйста. Это что вы сейчас сделали? Я его начала писать, потом пошла, взяла друг друга, потому что намазала. Вот, смотрите. Нет, этого делать не надо. Спасибо, хоть на этом. Нам здоровенько нужно, чтобы сюда будем встречаться. Опять вы меня сбиваете. А что случилось? Ну, потому что. Сколько сейчас время для составления протокола? 17-10, вот смотрите. 17-10. 24-й год. 2023 год. Да, пойдемте, вон сто есть наверх сады будете. Николай. Надо было сразу. На этом еще не закончили. Да, да, там есть много, кстати. Стол большой, Николай. Можем долгое позаниматься. Встреча сады. Да, так далее. Сначала все нервы вымытываются. Кто я, я вам все объяснил, все рассказал, на хороший сейчас настроение, я выиграл дело очередное, и это тоже я выиграю, за счет убытки, потому что я понос расходы материальных и финансов на того дорогого защитника юристов. Он меня защищает, вы же в отношении меня составляете протокол, а вы доверенность, копию сняли, паспорт, перевод, паспортные данные. Сейчас мы дадим объяснение, назовем ходатайство. Нужно я уже доделаю? Я умоляю вас, не хочется еще раз переписывать. Так, вроде все, уже закончил. Где вы работаете? 51-я статья конституция Российской Федерации. Что вы проживаете? Проживаете там в изрегустрировании? Да, да. Бород, Санкт-Петербург. Давайте индекс. Санкт-Петербург. Дом 58, квартира 21. Индекс 19, 10, 14. Ну как, до суда, удобно же материалам. Место жительства там же, да? Да, да. Женат? 51-я статья конституции Российской Федерации. Мне отказывают, мне прошу не уносить недостоверные сведения. Я прошу написать 51-я статья конституции Российской Федерации. Несмотря на то, что вы мне процессуальные права, как и супруга, как и ответственности не разъяснили, я вам сообщаю, я руководствую статью 51 Конституции Российской Федерации. Я могу дать объясню? Можете, конечно. Вы не дадите. Я просто сейчас хочу запомнить нормальный протокон. Я спрашиваю, что ваше сменение положено. 51-я статья конституции Российской Федерации. Вы отказываете? Я еще раз выберу. Вы различаете слово «отказываюсь» и когда гражданин руководствуется, подпишите то, что я сообщаю вам на поставленный вопрос. Я сообщаю. Я руководствуюсь 51-я статья Конституции Российской Федерации. Дети есть у вас нужды? 51-я статья Конституции. То есть вы на все эти вопросы, пояснения, мнения, доход в месяц, какое у вас время? 51-я статья Конституции Российской Федерации. Отлично. Не надо писать недостоверные сведения. Я буду писать, что вы отказываетесь за статьей 51-й. Вы пишите, что я руководствую статью, я не отказываюсь. Что значит отказываюсь? Вы вносите недостоверные сведения. Что значит недостоверные? Я не говорю, что не отказываюсь. Мне закон дает право воспользоваться. Воспользоваться 51-я статья Конституции Российской Федерации. Воспользоваться 51-я статью, вы отказываете, давать мне от сведения. Укажите, пожалуйста, статью 51-я Конституции Российской Федерации. Вот так вы подменяете понятие. Вы отказываетесь, вы не выполняете требования. Но вы не согласны, что вы не исполнили требования? Не согласен, я в суде докажу. Я в суде докажу. Нет, в том, что вы не исполнили требования, вы его не исполнили, вы не прекратили бить. А вот по поводу этих правил нужно доказывать, что хотите делать. Конечно, я еще обращусь, возможно, в порядке кодекса административного суда производства, с административным иском о признании ваших действий незаконными. У вас, наверное, есть семья, дети. Конечно. Зачем вы так относитесь? А у меня есть другой выбор, чтобы вы меня завтра в YouTube выложили. Мне оно надо. Так хотя бы я руководствуюсь правилами, а так я вообще ничем не буду. Телефон наш тоже не дадите? Да, 51-я статья Конституции Российской Федерации. Либо не сообщен. Русским языком владеете? Нет. Приводчики не нуждаются? Нуждают. Давайте будем вызывать его. Да? Или что? Дайте мне ознакомиться с протоколом. Так я вас прошу. Будем вызывать, потому что время-то не тянет. У меня время есть. Да, конечно. У меня хорошее настроение. Я вам копию. Нагласите ЦАБу, у вас почек на разборчика. За что? Вы не понимаете, что это? Да, мне не понять ваш почек, например. Как вам мой, наверное. Мне его сказали. Что мне вменяется, что я нарушил, какого числа, где, когда, при каких обстоятельствах. 4 января 2023 года, 1431 года. Выходя из здания Красносельского района государства, мы прибыли в здание на заседание, после чего вышли на улицу. Зайдя обратно в здание на заседание, мы получаем предотвращение людей съемки, за решение присоединить сюда, если что-то, что вам оно не требуется. Поднялись на 4-й этаж. Затем, по-моему, требования спустились. Спустились. И продолжили. И на усиление. На требования реагирования. Было бы называть наряд полиции для установления личности. Такой паспорт, заставили составление протокола отказываться. Тем самым, не выполнен незаконный запрещение судебного пристава нарушить правила сети 7.2.4.1. Все. И под какую диспозицию мы действуем? Таким образом, совершили административное правонарушение, предусмотрено статью 17.3, часть 4. Первый или второй? Первый. Ой, второй. 17.3, часть 2. Что это санкция? Разъясните мне. Какая ответственность? Не исполнение в этом. А какая санкция? 500 рублей штраф. 500 рублей? То есть не 1000, а только? А уже устно? Ну, это рассмотрение. То есть устно 500 рублей, либо 1000 рублей? Нет, там 500 рублей штраф. В 17.3 еще не вступили в силу изменений. 500 рублей, либо 1000. 500, ну, до. Можно? Можно? Как правило, либо устно отвечаем. Какие-либо будут еще материалы прилагаться к данному протоколу? Конечно, на рапорт, наверное. Можно ознакомиться с рапортом? Я еще его не писала. Ну, как, вы ссылаетесь на рапорт, а материалов дела его нет. Где я ссылаюсь на рапорт? Ну, вы только что сообщили в УСНО, что будет рапорт. Я сейчас в отношении вас составляю протокол. Мне необходимо с рапортом еще ознакомиться. Можно дать объяснение? Нет. Значит, объяснение правонарушителя. Интересно. Значит, права и обязанности в соответствии со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об администовании правонарушениях и положение статьи 51 Конституции Российской Федерации. Разъяснено. Значит, я вот здесь пишу. Вы видеозапись не ведете? Вам разъяснить права или вы их знаете? Вы только что обрязываете. Статья 25.1 Кодекса Российской Федерации. Я сейчас вам разъясню. И статья. Мы ознакомились с палубой. Мы еще не подписываем. Я буду давать объяснение. 51 Конституция. Дайте, пожалуйста. Подождите, я вам еще не до конца. Я вас не ознакомил. Мы сейчас будем переписывать. Почему? Я имею право давать объяснение. Конституция РФ. Должностное лицо. Как вы толкаетесь? На что вы толкаетесь? Потому что не упрекаетесь. Вы скажите, я вас пропущу. Что вы начинаете? Должностное лицо. Лицо. Мне. Не. Не. Разъяснило. В связи с чем? Что за нервозность? В связи с чем? Заявляю отвод. Отвол. Отвод. Должностному лицу. Проносит в протокол сведения о рапорте, который еще не изготовлен. Да, да, да. Сегодня о документе, который еще не изготовлен. Да. Нет, я просто... Вы даже до этого пункта еще не дошли. Мы сейчас на переборчике остановились. Вы кто такой? Вы кто такой? Вы никто в этом деле. Я аналогичное объяснение дам, как и здесь. Можете переписывать. Это мое право. Если вы будете переписывать протоколы, это не надо... Вы кто? Вы кто? Удостоверение служебного разъема. Вы все нормально чувствуете? Должностное лицо самостоятельно составляет протокол. Как ваши фамилии? Вы что творите? Вызови по 112 полиции. Они даже протокол... Не трогайте мою технику. Они не могут даже протокол составить. Вы до сюда? Вы до сюда? Защитник, подойдите, пожалуйста, сюда. Вы никто там делал. Сядьтесь за межу. Защитник, подойдите, пожалуйста, сюда, я вас прошу. Вы защитник? Не выходите. Я не понимаю, кто из вас защитит? Вон защитник. Так я могу с ним поговорить? Естественно, договорите. Так я прошу, подойдите сюда. Он не подходит. Нет, вы здесь посидяете. Да, да, конечно. С нарушением не согласен. Я вас нарушаю. Скажите, пожалуйста, мы составляем протокол. Так. Остановились на пункте русским языком владеете, не владеете. Ваш подзащитник уже пишет о том, что я его не ознакомила со 151. Мы еще до первого пункта не дошли. Не нарушал. Вы считаете, что порядок составляет протокол? Конечно. Да. Денис Геннадьевич, председатель, стоящий у нас, извините, за бухом или как? Русакович. Русакович. Отдай, пожалуйста, пусть все заполнит протокол. Так, все заполнили мне. Нет, мне все заполнили. Мы остановились вот на этом. Ну, я спросила, вам вынуждайтесь, сказали, дайте. Да, 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 пишите. Я все равно там эти же объяснения не переживайте. В смысле? Я вот с этим не согласна. Напишите в рапорте, почему вы не согласны. Нет, ребята. А я буду писать, у меня право есть такое. Вот когда я вас ознакомлю, вы пишите все. Дайте я допишу, потом вы уже... Давайте окончим на другой какой-нибудь день. Нет, мы это сделаем сегодня. Мы сейчас будем еще раз все переписывать. Нет. Да. Я дам аналогичное объяснение. Потому что вы нарушаете порядок производства. Это вы нарушаете. Я составляю протокол. Значит, нарушение не согласен. Законодательство Российской Федерации не нарушал. У вас, пожалуйста, объяснение. Пишите. Нуждаюсь. Нуждаюсь. Мы сошлись на русском языке. Вы тут же стали... Я еще не дошла до пункта разъяснения ваших прав. Нуждаюсь. В помощи защитника. Это что такое значит? Это правда, укажите, что права разъясняли. Нет, я укажу это в протоколе. Помощи защитника. Укажите. Вот в этом протоколе. И в этом, и в этом. Бриллиант очередной. Бриллиант, помощи защитника. Узнаете этого товарища, да? И он будет свидетелем у вас. Вы такие красавцы. Узнаюсь, помощи защитника. Я не успела их еще разъяснить. Я дублирую еще раз в объяснениях лица по ВКМ к ответственности. И статья 51 Конституции. Я вам говорил, инициатива наказуема. Статья 51 Конституции. А я в конце... Да вы зря это пишите. У меня сейчас все... Я заеду аналогичное объяснение дам тут. И что это изменит? Сейчас его переписываю. Что, вы меня лишите права давать объяснение? Я не тороплюсь. Не имеете права. Я не лишаю вас права давать объяснение. Не разъяснила. Должностную лицо. Я не хочу вам сказать, что в своих объяснениях он все равно напишет, что вы не разъясняете права. Должностную лицо. Потому что права и обязанности разъясняются в определенное время. До составления протокола, понимаете? Есть юридический... Должностную. Должностную лицо не разъяснило. В связи с чем? Правда, это первая практика проходит простую. В связи с чем? Не толкайтесь. В связи с чем? Вот, вот. Протоколы прилагаются так. А начнем здесь все переписывать, понимаешь? Да пусть переписывает. Ну, а в смысле? Сейчас перепишем, напишем. Ничего страшного. Телефон доверия, главное управление. Да, кстати, звонит там на интерьер. Понимаете, что это все старается. Нет, какой парк. Решили тут поиграть. Замечание протокола? Протокол. Составлен. В отсутствие Таташвили. Д. Г. И его защитника. Таташвили. Таташвили. Спасибо. Спасибо. Поступочка. Что вы хотите? 412-й. У вас заседание? Да. 416-й, если мне вам что-то понравилось. Обычно, да? Время. 416-й. 416-й. Не надо фотографировать, этот протокол не является вообще действительным. Вызови полицию, слушай, тут что-то вообще. Я составляю протокол. Дайте мне объяснение, дать в протоколе. Я составляю протокол. Вы в этом протоколе пишите недостоверную информацию. Недостоверную отразите, отразите все. Вы в рапорте. Я прошу соблюдать порядок производства по делу. Составление протокола. У меня есть право. Конечно, есть. Будьте любезны. И у меня тоже. Дать мне объяснение. Это уже вообще что-то с чем-то переписывает. Это бриллиант. Это бриллиант вообще. Я прошу приобщить тот протокол. Тот протокол я вам сказала. Мы идем по порядку. Ознакомиться с протоколом. Все разговоры записываются. Вы не межпрофессируете. Оператор 297. Что случилось? Город Красное Село, улица Суворов, дом 3, Красносельский районный суд. Русакович составляет протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КОАП РФ в отношении меня. Лишает права на защиту. Не дает мне возможности отдать в нем объяснение. Я не лишаю. Лишает меня права. Попереписывает третий протокол и уничтожает данные документы. Я вас еще с ним не ознакомлю. Да, да. Права на защиту. А также не допускает моего защитника. Это неправда? Да, пишите. Это неправда. Я наоборот зову вашего защитника, который не подходит. Не допускает вашего защитника. Да, 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 не допускает. Протокол составляет своего отсутствия. Вы что делаете-то? У нас вообще-то камеры здесь. Приобщите к материалам дела потом. Вы же вообще-то лжете. Вот зачем вы это делаете, я не понимаю. И, между прочим, при свидетелях по это делаете. Да, да, в отсутствии защитника. При этом сведения есть в материалах дела. Полина, будешь свидетелем? Конечно. Вот защитник, прошу подойти, не подходит. Вот это. А вот это Русакович, это что за сотрудник? Это сотрудник ОПДС, службы судебных полосов. Прошу, не подходит. А мне не нравится, я не представляю, правильно? Да, да, да. Пересоставляет третий протокол уже. По части 2, статьи 17.3. Потому что вы меня все время отвлекаете. Ранее два составленных, она уничтожает. Вы меня все время отвлекаете. И не приобщает к материалу дела. Я считаю, тут фальсификация. Плюс 7 911. Какая фальсификация, если он еще никем не подписан? 924 12 64. Можно номер карточки и вызвать сюда сотрудников правоохранительных органов. Обращение ваше сейчас будет передано в сотрудников полиции. Номер карточки 232 022 64. Готовы? Записали? Да, спасибо большое. А адрес ваш, скажите, назовите адрес? Да, конечно. Это улица Суворова, да? Где вы проживаете? Улица Суворова, город Красное Село, дом 3. Нет, нет, это Красносельский районный суд. Районный суд, да. Да, да, где я проживаю, я сообщу сотрудникам по прибытию. Хорошо, хорошо. Красносельский районный суд. Да, я тут нахожусь. Где в отношении меня составляется незаконный, незаконный материал. Да, 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 тут на проходной. Да, жду на полицию, да. На проходной. Да. Я вас поняла. Ваш предоставление направлено в полицию на реагирование. Спасибо. Ну, это, конечно... Кинис, напиши тогда, что на сейвы у вас всталит. Ага. Там стало известно, что заставление протокола записывается, да, как бы? Вот же камера. Вы же все пишете. Или вы вырежете потом? То, что нужно, вырежете, а то, что не нужно, оставить. Еще раз говорю, вы русским языком владеете? Да, владею. Переводчики не нуждаетесь? Нет. Вот здесь пишите. Что? Подпись расширена. Русским. В том, что вы не... Вот прям вот... Ну, я вижу, я живу. Да, давай. Успокойтесь. Нет, чтобы я его опять не берегу. Русским языком. Так. Подпись, пожалуйста, хорошо. До этого пункта мы еще не дошли. Мы разговариваем только... Не нуждаюсь. Не нуждаюсь. Подпись расширена. У меня защитник подпишет, Надеюсь. Так, подождите, кто из вас... У меня, вот он, у меня защитник. У меня имеет право подписывать, подписывай. Дайте ему доверенности. Давайте тогда мы его внесем сюда. Да, 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 конечно, конечно. То есть, я протокол составляю на вас. Вы мне даете тогда вашу доверенность. Так, вы можете вообще материалом делать. Паспорт вам дам, куплю сделаем, пойдет. Что так положено? Выше сказали. То есть, не вы. Нет. А зачем я вас тогда ознакомлю с этим, если я должна ознакомить вашего защиты? Сейчас его помню. Хорошо, и он ознакомлюсь. Все, пойдемте тогда сюда. Только ко мне придите, но там объяснение надо будет дать защиты. Почему вы в протоколе, вы с вашим защитником? Хорошо, он даст объяснение, хорошо. Да, да. Только применяемо, ладно, можно. Снали по поверенности. Снали по поверенности. Снали по поверенности. Снали по поверенности. И тут, и там будет тоже. И показу, наверное, да? Там свидетели уговорили какие-то, да? Свидетели права. Вы только что сказали. Арина, Марина. А, это с сурая стороны, да? Что меня сейчас забивает? Никто с ней забивает. У меня забивается. Наоборот, вам сад есть. Нет, вы мне не содействуете. Продолжим. Вы туда ходите, туда-откуда. Говорите, что давайте объявим перерыв. Я иду туда, я сюда. Это порядок производства по делу. Составление протокола. Ну, мы с неторожим, мы все равно не поемли. Милицию ждем еще. Нет, вы сама там, помните, что говорю, я устала. Я не устала. Ну что? Как это вы устали? Мы еще будем ждать пролицию. Да. В любом случае, правильно? Конечно. Там быстро сейчас придет. Сейчас у нас какая стадия уже составит протокол. Сейчас, по-моему, я вам буду читать то, что я читаю. Или вы сами... Нет, давайте вы сами можете читать, а напали бы ваше что. Можно мне дать объяснить? Нет, пока ничего. Вот просто читайте фану. Она тоже самая, что в том, в первом протоколе вы читаете. Ну, я познакомился все. Вы не успели ознакомиться, читаете нормально. Ознакомиться. Просто это протокол в отношении меня. Тут войдете ознакомиться с фабулой протокола. Мы еще и на разъяснение статьи 51 и 25 не дошли. Ознакомиться с фабулой протоколом. Он обратно стал проводить обзорную видеосъемку. Но замечание о прекращении не реагировал. Разрешения на съемку не имел. Затем поднялся на четвертый этаж. И там продолжил съемку. По требованию спустился вниз и продолжил снимать. Законное распоряжение о прекращении не реагировал. Был вызван наряд полиции для установления личности составления протокола. Так как паспорт предоставить отказался. Тем самым не выполнил законное распоряжение судебного пристава. По 3.2.4.1 правил пребывания посетителей в суде. Таким образом совершил административное правонарушение. По части 2.17.3. Паспорт. Часть 2. Да? Да. Все. Вход будет понятно. При составлении протокола присутствовал защитник. Защитник. Подоверенность. Все правильно. Подоверенность вы. Все, да. Древочки не нуждаются. Вы в русском языке владеете. Согласно статье 51 Конституции вы имеете право не свидетельствовать о себе, о своих родственников и так далее. Согласно части 25.1. Части? Согласно статье 25.1. А, статье, да, частью 25.1. Не сбивайте постоянно. Вы говорите, части 25.1 нет такой нормы в коопе есть. Есть статья 25.1. Статья 25.1. Лицо в отношении которого ведется производство по делу об административном правильном нарушении имеет право знать ходатайство, заявляйте отводы. Отводы. Пользуются с помощью защитников. Закулись усею. Со всеми материалами дела. Материал дела будет в США. А, чей рапорт за счет подписью? Рапорт мой на начальника отдела. А сейчас у нас не готов. Еще пока нет ничего. Мы подождем. Все, мы ознакомимся. Можно здесь подпись. Да, конечно. Ознакомлены? Ознакомлены, да? Все, мы потом переписывали. Все равно скажите, что надо. Ознакомлены. Ознакомлены и подпись, да? Подпись расшиваем. Да, расшиваем. Подпись. Подпись. И расширка. Здесь тоже сама расширка. Где еще? садитесь пишите объяснение какие желаете дать пояснению хочу дать следующее желаю законодательства не нарушал хоть форме на бодирование можете с ней мир и не нарушал нуждаюсь помощи защитника тоже есть на так надо дать помощи защитника и ознакомление сделал статей 20.1, статей 151, статей 40, должны установить все на разъяснил материалы дела прошу направить на место в 210 Мною заявлено. Сколько ходатайцев? Три ходатайства. Раз, два, три. Три ходатайства и один отвод. На отдельных листах. Формата А4. Три ходатайства. Да, три ходатайства и одно заявление об отводе. Да, Анна Николаевна, у меня на ваше имя... Подождите, мы еще не закончили. В рапорт пишите. У нас еще обратная же сторона. Так, смотрите. Так, мистера, все, как мы договорились, я пишу 51. Да, 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 51. Что вы щелкаете? Можно. Что, я сейчас составляю протокол без вашего отсутствия? Ваше отсутствие? Его и меня. Вообще-то здесь должны сидеть вы, раз вы представляете его. Вот вы зачем это сейчас сделаете? Покажите, дорогая. Вот, вот, вот. Что здесь? Что в ней криминального? Затылок. Какая фамилия? Я говорю, фамилия. Ага, фамилия. Это еще лайтово. Вы не знаете, когда нужно строить лицо, да, по 20 часов составлять материал. И рассматривает ходатайство. У меня ходатайство на ваши не на отвод. Вот это что? А отвод там у меня? Я заявляю, что он. Меня? Да. Можно его отводить? Кому вы заявляете? Мне, меня? Да. У меня право такое есть. Нет. Можно? Нет. Первый раз в таком случае. Первый раз? А как вы заявляете отвод мне? А потому что право у меня такое есть. Согласен статье 25.1 Куапера. Я всего лишь подчиненную? Согласен. Но вы должны становиться лицо, в производстве которого вы сейчас собираете материал. Ну, и? Вот. На ваше имя вы отправили заявлять ходатайство. Вы можете заявлять судье. Вы можете заявлять отвод. То есть это полумеры, да? Да. Здесь действие статья на меня в 25.1 Куапер распространяется. А там… Вы можете мне их приложить. А. Ну, это что ты делаешь? Мы теряем дело. Мы хотите сделать это, да? На ваше имя. Да. Заявить соответственно на ряд ходатайцев. Давайте сейчас по порядку. Или с вас, с вас начнем. Я предложил. Вы можете потом их рассмотреть. У меня есть право. Вы сообщили, что вы разъяснили мне права, да? 25.1 Куапер. Да. Исходя из этих норм. Вы из этих норм сделали… Я скажу и делаю, заявляю вам ходатайство, отводы. Хотел бы их огласить просто. Можно я закончила с этим? Или вы меня лишаете этого права? Нет, я не лишаю вас. То есть мы ждем там. Ждем, когда вы в рапорт напишите. Вы сказали, вам нужно… Не, это в дело надо. Вы ссылайтесь на него просто. Я прилагаю в первый рапорт. Здесь рапорт? Да какая разница? Там рапорт. У нас протокол уже здесь. Пишите, где вам удобно. Кофе протокол? А я вам не дала? Нет. Не дала. Да. Мы расписаться расписали, а вы не дали. Да. Вот она. Мама защитника можно? Да. Да. Пишите, где вам удобно в рапорт. У вас никто не прикал. Можно? Побыстрее. Все нормально. Я еще где хочу. Вот на ваше право. А кто это беспокоит? Алло, вы не слышите? Кто беспокоит? 9-й отдел полиции. Да, я вас слышу. А мы от вас получили сообщение, что у вас случилось? Сотрудник АУПДС Красносельского районного суда города Санкт-Петербурга запрещает мне фиксировать собственными техническими средствами и информационные стенды свои действия в коридоре суда. Вы по данному факту хотите написать заявление? Да, заявление о преступлении. Это первое. Второе. Должностное лицо в отношении меня составил протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КОАП РФ, трижды пересоставляя его, лишает меня права на защиту, давать объяснения, представлять доказательства. Кроме того, ранее два составленных протокола отсутствуют в материалах дела. Они уничтожены. То есть, с моими данными, номерные бланки я усматриваю в действиях данного должностного лица, Русакович Анна Николаевна, признаки уголовного преступления. Предусмотрен статьей 286. Ко мне, я так полагаю, сотрудники не приедут в суд? Под протокол не будут принимать. А вот если в отношении гражданина применена физическая сила, еще что-то, как вот он может подойти? Я понимаю. Я просто моделирую ситуацию. Я просто моделирую ситуацию. А если гражданину применили физическую силу, специальные средства, он не может идти. То есть, ему надо в любом случае дойти до отдела полиции, чтобы у него приняли заявление, сообщение о преступлении. Сотрудники полиции не выезжают в адрес. На данный момент слишком много заявок. Вы, конечно, можете ожидать, насколько это будет по времени. Я вам не подскажу. Намного быстрее было бы, если бы подросли сюда и написали заявление. Ну, давайте так. Через сколько примерно сотрудники подъедут? Я не знаю, когда освободятся. Очень много заявок надо за момент. А вы можете подойти в любое время. Это будет намного быстрее. Ясно. То есть, ко мне сотрудник, я так полагаю, не приедет по моему обращению. Вы хотите вас подать на месте? Ну да, под протокол дать, подать заявление, зарегистрировать, точнее, сообщение о преступлении под КУСП. А ждать? Спасибо. Сколько будем ждать, правда? Я предупреждал должностное лицо. Русакович Анны Николаевны. Инициатива наказываем. О, здравствуйте. Протокол. Сообщение о преступлении. Вы пройдете, присядете за стол. Нет, вы под протокол будете писать. У меня вам объяснение, вы хотите, чтобы я с вас написала? Нет, под сообщение о преступлении. Вы, конечно, можете добиться. Нет, вы, Геннадь. Да, пишите нам. Вы же вас попишите? Да, обязательно. Давай. Тем кучи лучше. Садитесь, присядьте для удобства. Чуть-чуть. Мы продолжаем. В отношении меня он составил протокол по части 2 статьи 17.3. А что случилось, сегодня вы не любите лист? Я спускался, да, можете поздравить, у меня победа. Здравия, да? Да. Девятый пять лет. Представьте. Геннадь, вы для протокола. Мы спустились в судебном заседании, я выходить стал. И сотрудник... Мы про него прочитали 17.3. Это если только на заседании 22. О том и речь. О том и речь. Ну вот, понимаете, я объяснял это сотрудничество. Да. Да, да, да. Мы уже приезжали до вас объясняли. Уже другой экипаж раньше, часа два назад приезжали. Так это мы были. Это мы были. Это мы были. Бессменные. 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 Третий протокол мы составили. Третий присоставляем. Просто мы сами отъехали, прочитали и... еще вы ходатайство не рассмотрели там надо почитать там есть нюанс нюанс который не учелся потом речь на этот материал не устоит и однозначно так вот слушайте мы спускаемся и знали стойте 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 в дверях будем оформляться давайте оформляться я сам кстати вера так и не помню зачем это надо сотрудник потом вся страна посмотрим а мы там будем в кадр тоже попали а вы объективно сообщили должностному лицу но нет состава административного правонарушения действия гражданина этим все поговорим снять а уже материал составлен я прием столько прижать только с целью зарегистрировать заявление специально сейчас отъехали почитали это 73 там написано что если вы только на самом заседании суда себя по поведет и в суде вызывают приводность определения 911 924 1264 до и минута то есть здесь вот они же 14 часов 45 минут Я явился в Красносельский район Судгорода, Санкт-Петербурга. Вот сейчас видите, вы приехали, она сидит и пишет рапорт. Вместо того, как писать рапорт, она сидит и разговаривает, занимается чем угодно, только не тем. А мне на нее все равно. Я знаю, что вам ей что-то объяснять бесполезно. Она не вас никого не слышит. Она слышит только кого-то вот там. Красносельский район Суд. По делу, сейчас дело открою карточку. Там все коллегиально. По делу 12-12-4-2023. Сколько открывается? 12-11-34-2022. В здание суда зашел включенную видеокамеру. Да, это важно. Должностное лицо на ПДС Красноярсельского района. Включеный видеокамерик. Да, да. Русакович Анна Николаевна. Видеокамерик? Угу. Значит, сотрудник УПДС. Русакович Анна Николаевна. Да. Решал, а побежал. Официально. Егор, ты уже на саге уже? Угу. Это запрещало мне фиксировать информационные стенды, свои действия, уставшего пользования и собственными техническими средствами. Так, запрещал не фиксировать? Да, собственными техническими средствами. Там же они, да? Да. А сейчас у Молсомбурга сюда уже поехали. Ага. Ученок говорят, Кудрявого должны туда засунуть. Правда, говорят? Помещение, что с общего пользования, информационные стенды. В Красносельском районном суда. Следующий, кто Марьянсович? Да. Ученок говорят, что с общего пользования, туда тоже не будет. Так, запрещал мне фиксировать собственные технические средства и помещение информационные стенды. Да. Это Санкт-Петербург? Да. Красносельского района Суда, Санкт-Петербург. Да, Санкт-Петербург. Да. Указанное обстоятельство послужили основанием обратиться в правоохранительный орган по 112. насто ... Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Пояснили. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так же сообщили, что я не имею права. Информационные стенды фиксируют собственными техническими средствами. Я тебе звоню сейчас. Так, а также что? В моих действиях отсутствуют признаки административного правонарушения. Я имею право фиксировать собственными техническими средствами в здании суда. Информационные стенды, места общего пользования. Всего доброго. Помещение внутри здания суда? Да, да, да. Я только сейчас вышел. Мне говорили, что твои дети. Да. Это обед будет. Я слышу, что там булочки. Однако, должностное лицо, ВПДС, все равно игнорировало должностных лиц, сотрудников полиции. Примерно минут через 30 позвонил секретарь суда. С 408-го зала судебных заседаний. Зал. Посмотрите, как было заявление написать, а вот это все вывеснило. А я еще это, это будет, это беседование, это будет еще там раскрыто. Примерно через 30 позвонил председателю? Там из зала суда позвонил судья. Судья на висок. Секретарь, секретарь. На пост. ОПДС не сообщил о необходимости пропустить Таташвили в зал судебных заседаний. А по мне уже подробно раскрою. Я проведу проверяющую, чтобы у нас были заседаны. Да, да, да. Так еще идешь навстречу, я вам три хороцкого только подвергнула. Думаю, я не буду загружать, но для человека реально плохо чувствует. Что, я сыграл, я попробую объяснить. Материал заставлен. А уже составлен. Да, 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 вот протокол. Мне вручили копию. Маме защитнику, точнее. Да, я не знаю, и себя загрузила, и сотрудников загрузила, и материал не устоит. Но вы знаете, все-таки сигналы есть, есть проблема, значит... Зачем защитник, если вы сами даст? А, и право есть такое. Русанович А.Н. сообщил, что мне необходимо мой паспорт для составления протокола об административном правонарушении. Сообщил мне о необходимости в отношении меня составить протокол об административном правонарушении. Значит, на мой защитник передам. Поставлю паспорт, доверенность для составления указанного выше профессионального документа. Должностное лицо дважды пересоставлял протокол об административном правонарушении. Продокол об административном правонарушении. Продокол об административному правонарушению. же снова с удовольствием присоставил к с вами документы два экземпляра которых он уничтожен под видеозапись кроме того должностное лицо лишило права представлять доказательства по делу давать объяснение протоколе представлять доказательства вам уже указали до садик за что по делу давать объяснение завелят ходатайство отводы завелят ходатайство отводы и тем самым нарушив мое право на защиту в действиях должностного лица обусматривают признаки уголовного преступления предусмотрены статьей 286 рукаевых так усматриваю признаки уголовного преступления предусмотрена статья 286 рукаера да на основании выше изложено да на основании выше изложено на основании руководства статьи 144 и 145 к.р.ф Прошу Разбудить уголовное дело По признакам преступления предусмотрена статья 286 УК РФ по отношению младшего судебного пристава Младшего судебного пристава ОУПДС Красносельского отдела ГУ ФССП ГУ ФССП Россия по Санкт-Петербургу Лейтенант внутренней службы В Санкт-Петербурге Лейтенанта внутренней службы Русакович Анны Николаевны О принятом процессуальном решении Проинформировать заявителя Проинформировать заявителя Угу 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 Дата Время Подпишу С моих слов записано верно Угу 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 все скажи номер номер да 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 1286 1286 1286 да ладно Я могу знать, когда я подошла? Да, сейчас, да. Выберите, конечно. Портоколе в камене. Я пришел на сервер. Угу. 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 Я уже. Угу. Приятно, когда пришла, как вы жите, спокойно приехала, регистрировалась. Так, это вам или вы? А, это... Я в отдельном напишу, пока. Тогда я вам оставляю. Либо в электронном виде отправку просто. Ваш сайт. Спасибо вам большое. Вот. Пусть сюда идет. Угу. Должна сняться. Протопируйте, мы поставляем по второй. По второй. Девушка, вы 98-го будете протокол поставлять? 98-го. Проходите. Отпаливается где? Да, это понятно. Да, спасибо. Обращайтесь, всегда готов. Спасибо. Нет. Вам тоже. Все, помощь полиции больше не дать? Нет, нет. Спасибо большое. До свидания. До свидания. В ногах, правда, нет присядь. Да нет. Так, значит, у меня податство. Да. Первое. Заявление об отводе должностного лица. В вашем производстве находится дело в национальном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 колоколов в отношении Таташвили. Для того, что Таташвили вызывал сотрудников полиции по 112 на действие судебного пристава МПДС, полагаю, данное должностное лицо не объективно и нацелено с целью легализации своих противоправных действий составило в отношении меня протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 колоколов. Да. Я, ввиду этого, считаю, что вы не объективны, вы заинтересованы в исходе дела. По этим основаниям я заявляю вам о том, что только в статье 25.1, 29.3 колоколов заявляет отвод в должностном лице, составившем протокол об административном правонарушении. Время 19 часов 58 минут. 24 января 2023 года. Если год, первое, да, хорошо. Значит, приобщите себя к материалам дела. Значит, следующее. Ходатство об ознакомлении с материалами дела. С рапортом в полном объеме. У вас есть техническая возможность в связи с запись у нас ознакомить? Есть, нет. Есть, нет. Вы удовлетворяете или нет? Ходатство. Все ясно. Я все понял. Так. Ходатство о направлении дела по месту жительства. Согласно материалу дела, Таташвили зарегистрировано и постоянно проживает по адресу Санкт-Петербурга. 24.01.2023 год. Таташвили Низгумович. Угу. Я рекомендую решение в этом году, да, принимать по данному ходатайству. Следующее ходатайство. При составлении протокола об административном правонарушении по части 3 статьи 17.3 Квапаров, мне стало известно со слов должностного лица, что протокол составляется под видеозапись. Гора, вот эта коллага расположена в Холизе, да. На основании статьи 25.1 Квапаров прошу истребовать данную видеозапись от 24.01.2023 года за период с 15.00 часов до 19.00 минут. Время 19 часов. У нас протокол составлено. Да. Так. Подпись Таташвили Низгумович. 24.01.2023 год. Знаете, я определен всему закону права в Завете Хатарского. Я зайду. А познакомьтесь с рапортом? С рапортом можно ознакомиться? Знакомьтесь с рапортом. Я сама смотрела уделом. Да. Не понял. Подождите. На ваше имя заявление обманули. Обманули, в общем. Сидели, писали 40 минут. Сотрудники уже успели зарегистрировать сообщение о преступлении. КУСП 12.86 от 24.01.2023 года. А вот это должностное лицо. И здесь, и в суде вы заседаете. И поэтому ваше поведение недостойно должностного лица. И слушать вот этого человека не надо. Вас подставят-то под 286-ю. Вы подставили. Вы смотрите, вы сейчас опять совершили преступление. Вы не дали рапорта вам ознакомиться. Хотя не взяли это сделать. У меня же ходатайство-то заявлено на ваше имя. Это на ходатайство. Я писал о том, что... Так дайте, пожалуйста, нам ознакомиться. Вы опять совершаете преступление, пожалуйста. Какой суд? У нас не суд. У нас с вами дело. Суд-то тут ни при чем. Да суд-то тут ни при чем. Это еще так Лайтова с вами обошелся. Не стал загружать ходатайство. Ой, позорище. Ты просто иди туда по воду или два товарища. Да. Подставит вас конкретно. Да, подставит тебя тут. Серьезно. А потом пойдете к Денису Геннадьевичу за помощь. Я думаю, вы осознали в самый последний момент, да? Ну почему я не осознала? Она тут же обманула. Поддавала. Отходила с рапорта. Отходила. Отходила. Один раз убрала. Все за себя. Да что я? Можно ли с рапортом знакомиться? Можно ли с рапортом знакомиться? Телефон ваш раз? Я заявила на ваше имя – ходатайство об ознакомлении с делом. Можно ли ознакомиться? За ознакомление с делом вы можете ознакомиться с ознакомлением с материалом дела судебным заседанием. Ага. То есть вы мне отказываете? Она гдеаеَ80 с siguiотökаление. Она там не понимаешь, но я говорила, что вы предотказывает. Она говорит выrisок. Произвотный он человек, но все While Sam. Вы присоединяете биографическое из тела. нет еще как только не обманули в общем не надо верить и жду шамбану я так и до финиш конечно да еще так плотово обошелся дешком навстречу мог бы ходатайствами загрузил вы дайте мне рапорт ознакомиться на он интересует еще не подготовить протокол готова как вы указали что к протоколу прилагается рапорт где он будет приложен рапорт на имя начальника то есть вы производства по данному делу понимаете сбор всех доказательств вы все собрали и пишите что одно доказательство но есть но его нету вы врете еще раз объясняю протоколе написано что к нему прилагается рапорт читайте я написал об этом я написал я вам еще я написал что вы сказали о том что будет изготовлен рапорт рапорт является доказательством по делу понимать до свидания уже окончил вот так ну там и господа обманывают вводят заблуждением ваше мнение по этому поводу комментарии пишите очень интересно такого бриллиантов правду вот у меня не было вообще за 15 лет моей практике не было такого что такое сотрудники у пдс руководствуются некими правилами которые как считают сотруднику пдс вот данное должностное лицо имеет высшую юридическую силу аж на над конституции российской федерации второй главы данного федерального закона спасибо большое за внимание с вами был в юрист всем пока